Приветствую вас. Отвечая на ваш вопрос, на ваш текст, в первую очередь хочется сказать вам, что вы не задаете вопрос. То есть, вы просто не написали вопрос. И, соответственно, непонятно, чего вы хотите. Вы почти не знаете, что делать в этой ситуации, но что делать в этой ситуации, чтобы что? Итак, не могу разобраться в себе, а, скорее всего, понять себя в чем. На данный момент нахожусь в декретном отпуске уже 1 из 7 месяцев, и дни идут однообразно, рутинно. А какие были ожидания у вас? Что вы делали для того, чтобы дни ваши не шли однообразно, как вы говорите? То есть, вы что-то делали для этого, чтобы они как-то, ну, как-то иначе шли у вас? Или нет, или да. То есть, ну, вы же понимаете, что если вы чего-то хотите, к примеру, то для этого нужно, ну, что-то сделать. Для этого нужно какие-то действия совершить, вот, чтобы что-то произошло. А у вас, опять же, не совсем понятно. Готовы ли вы, готовы ли вы были к тому, чтобы, вот, что-то делать, что-то совершать, как-то поступать? И так далее. То есть, здесь вопрос, он скорее к вам. И, соответственно, к вам, и к тому, насколько оправданы ваши ожидания, и что вы делаете? Делали и делаете для того, чтобы дни шли не однообразно. То есть, то так, то я понимаю, что у вас ребёнок, вот, и что ребёнок, он требует внимания к себе. Вот. Но, в теории, вы могли бы с ребёнком и гулять, в теории, вы могли бы, ну, заниматься с ребёнком, там, своим, например, образованием, своими, своими развитиями. Вот. То есть, ребёнок в этом смысле не помеха. Наоборот, даже ему полезно это будет. Вот. Дальше, конечно же, мало общения. А почему, конечно же. А подруги ваши. А, собственно, другие, допустим, мамы. Вот. Ну, с ребёнком надо гулять. Вот. На улице вы гуляете? Или как? Что-то вот. Откуда? Ну, всего. То, что вы сейчас описываете. Вот. Дальше. Так. Веден с ребёнком вечером муч, с которым и говорить не о чем. А как так вышло, что... Вы выбрали себе мышину? А-а-а. С такого. А-а-а. Чтобы... Что вам с ним не о чем... Ну, разговаривать. А-а-а. То есть... Такая вот история. А-а-а. Такой момент. Мне кажется, кажется, нужно преследовать. Дальше. Дальше. Достать отношения с вашим мужем нуждаются в корректировке. А-а-а. Слышать от него одни претензии и претензии молчать в ответ. А-а-а. А почему слышать претензии? Из-за чего претензии? Из-за... По какой причине молчать в ответ? Что-то есть... Откуда это всё у вас взяло? Это же не на подсобные что? Вот. Не знаю, что делать в этих ситуациях. Ну, наверное, для начала нужно с мужем разговаривать. Да. И для начала, наверное, стоит ему... Э-э... Стоит вообще понять, какие у вас проблемы. То есть, что это за проблемы? А-а-а... Какого... Какого рода проблем у вас с мужем? Что они из себя представляют? Наша проблема. Вот. На мой взгляд, это нужно исследовать. Исследовать, ну, что у вас за проблемы и... Соответственно, что они из себя представляют. Вот. И тогда уже будет, в общем-то, понятно, что вам делать, наверное, в этой ситуации. То есть, нужно побольше узнать о вас, побольше узнать о... о... вашем муже. Вот. Прямо реализировать ваши отношения и выработать тогда уже какую-то стратегию, я так полагаю, стратегию какого-то поведения. Вот так. Э-э-эм... На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...